Потому что для жителей нашего района это очень дорогое место. Во-первых, здесь березы растут, которые сажали еще там наши бабушки, дедушки, прабабушки. Очень старые березы, которые были срублены. Это наше любимое место отдыха для детей, вообще для всех. Это дорогое место, да, и мы не хотим просто так его отдавать. Тем более мы знаем, сколько нарушений здесь в связи вот с этой стройкой, да. И что они сделали с нашим парком, и что они еще сделают с ним. Они изуродуют нам всю аллею. Соответственно, жители против, и мы будем стоять до последнего. Я тут живу всю жизнь, я тут родился. На этой аллее прошло мое детство. И как бы хотелось бы, чтобы дальнейшие условия, в которых я буду жить, ну вот в этом районе, чтобы они, ну хотя бы, они не ухудшались. Хотелось бы, конечно, чтобы они улучшались, но, к сожалению, этого не происходит. Нас отнимают как бы зеленую зону, увеличивают плотность застройки. На машине, вот, к примеру, если куда-то припарковаться, тут ездить по району, это будет гораздо сложнее, потому что это жилые комплексы на много тысяч человек, и, соответственно, машин, мест тоже тут прибавится очень сильно. Вот, но хотелось бы просто, чтобы жить было удобно хотя бы. Вот, у нас это отнимает, поэтому я выхожу, пытаюсь что-то поменять. Я иду на защиту, потому что я архитектор и застраивал эту территорию. Когда соблюдались нормы, правила застройки, когда плотность застройки была нормальной для проживания людей, а сейчас застройщик нарушил здесь все мыслимые и немыслимые правовые, технические вопросы, уничтожается сквер, и, соответственно, людям отдыхать уже негде будет. Вот, парк потихоньку будет, скажем, уничтожаться естественным способом, потому что возникают здесь многоэтажные, 37-этажные жилые дома, которые будут затенять и деревья, и аллеи. И, в общем, проживать здесь, в этом микрорайоне, становится намного некомфортнее. А ведь наш президент по правке Конституции говорят о чем? О том, что должны создаваться условия для комфортного проживания населения. А здесь создается антикомфорт на 100%. То есть люди правильно возражают, потому что данная застройка противоречит всем жизненным интересам, как природы, так и населению, которое здесь проживает.